Здравствуйте! Вот этот 294 выпуск я хотел бы посвятить двум темам. Первая довольно серьезная, она будет отражать причины, мотивирующие нас на выезд из России, на въезд в Австралию. И вторая часть это моя рассылка, которую я провожу уже более года. Выслано порядка 18,5 тысяч различных академических статей на всякие разные темы. И вот эти вот два вопроса я хотел бы осветить. Первый достаточно серьезный, второй, наверное, для того, чтобы не было так скучно и так философски, может быть, немножко негативно. Итак, что нас мотивирует на обучение в Австралии? Желание улучшить свою жизнь, желание сделать эту жизнь более защищенной. Некоторые обвиняют меня и обвиняют вообще все обучение в Австралии. Все те силы, которые, скажем так, люди, которые вовлечены в этот процесс, обвиняют нас в том, что мы потворствуем эмиграции в Австралию. Я не думаю, что эмиграция в Австралию и в России является чем-то негативным для Австралии. Я думаю, что это позитивный процесс. Единственное, его надо грамотно и умно регулировать. Но, в общем-то, эмиграция всегда была и всегда будет тем явлением, которое позитивно действует на такую страну, как Австралия, которая далеко не густонаселенная. И, опять-таки, я так думаю, что эмиграция в Австралию из России все-таки, наверное, более качественная, чем эмиграция в Австралию из Фиджи, Сомали, Шри-Ланки, Индии. И, коли такая во мне уверенность есть, я себя чувствую достаточно комфортно каким-то образом, будучи вовлеченным в этот процесс. Но стоит вам заметить, что в основном речь не идет, когда мы говорим о мотивации наших будущих студентов, речь не идет, собственно, об эмиграции в Австралию. Больше, наверное, речь идет о том, чтобы человек эмигрировал из России или улучшил свое экономическое положение и, по крайней мере, в материальном плане стал более защищен, чувствовать стал более себя защищенно, живя, опять-таки, в России. Как и наши хоккеисты, чьей победе не так давно радовалась вся Россия, те люди, которые отучатся в Австралии, скорее всего, они будут иметь чьих-то номинальную связь с Россией. Либо они будут работать в международных компаниях и уже, исходя из этого, можно будет сказать, что их связь с Родиной будет не такая прочная. Они будут работать, в общем-то, против нее. С другой стороны, многие уедут из страны, вот, опять-таки, как хоккеисты, они будут только выступать под цветами России и Гуглавого Орла. Фактически, жить-то они будут за рубежом, хотя будут, наверное, являться в большей степени гражданами Российской Федерации. Вот это и есть мотивация. Фактически, эмиграция в Австралию мотивирует единицы. Основная мотивация – это уехать из страны или постоянно, или на время. Ввиду того, что Австралия будет достаточно жесткие критерии отбора будущих эмигрантов в свою страну, выбор Австралии не является для многих тех, кто учится в Австралии, основным. В действительности, оборудование в Австралии открывает достаточно широкие двери на выезд из России. Но, по всей видимости, для многих это будет выезд не в Австралию. Уникальность проекта «Рамзес» в том, что мы создаем для тех людей, которые в действительности нужны Австралии, и которым Австралия нужна, мы создаем уникальные возможности остаться в ней. То есть, оборудование будет ориентировано на то, которое нужно Австралии. Мы минимизируем ваши расходы, мы сделаем страну более привлекательной для вас, в том числе и действуя со своей стороны, как, если хотите, агенты влияния Австралии. Но, все-таки, главная мотивация, и это должны понимать все, это эмиграция из России. И Австралия к этому отношения практически не имеет. Как бы нехорошо жилось в Австралии, все-таки основание для вот этого вот обучения в Австралии, скорее всего, это плохая жизнь в России. Посмотрите, сейчас идет падение рубля. Падение рубля при том, что нефть, в общем-то, сохраняет свои позиции. Можно говорить, что ее стоимость упала до 80-90 долларов за баррель. Хотя более качественные, мало серосодержащие сорта нефти еще стоят больше 100 долларов. Но это безумно большая стоимость нефти. Это в разы больше, чем, наверное, ее реальная стоимость. Поэтому ухудшение экономического положения России – это, в общем-то, объективный процесс. И с нефтью он связан не очень-то и сильно. Россия в своей власти и в своей оппозиции в основном состоит, хотим мы того, опять-таки, или нет, из агентов влияния Запада. О чем мало говорится сейчас, но, как говорила машина времени, больше, скорее, отличается выстрел от выстрела, чем сегодняшний день, вчерашнего дня. Так и любое правительство России, будет ли оно состоять из таких людей, как Путин, или Прохоров, или даже Навальный, и даже Зюганов, и даже любой другой лидер маломальской известной партии. Все эти люди, которых можно отнести, в общем-то, к демократической оппозиции. Такие, как Зюганов – это люди, которые раньше, которых можно было назвать демократической платформой Коммунистической партии Советского Союза. Поэтому это люди, которых в свое время председатель КГБ в своем докладе «Политбюро» товарищ Крючков называл «агенты влияния». И о чем он писал в докладной записке, в том числе и «Политбюро», в том числе и лично Михаила Сергеевича Горбачева. К сожалению, было уже поздно. Михаил Сергеевич там являлся агентом влияния, как и Яковлев, и многие другие люди. Здесь дело не в коммунистической идее. Здесь дело в том, что эти лидеры оказались просто, в общем-то, продажными марионетками. Вот этим людям и принадлежит власть в России, и принадлежит влияние в оппозиции. То есть ожидать того, что улучшится положение, наверное, не приходится. Можно говорить, что я живу на Западе, мы живем на Западе, что жизнь на Западе хороша. Да, мы живем на Западе. Мы живем на Западе. Вы живете в России. И это совершенно не значит, что Запад хочет улучшения жизни в России. Не может быть великое счастье и сразу для всех. Всегда кто-то живет за счет кого-то. Поэтому, наверное, кому-то предначертано жить в более худших условиях. Вот такая вот ориентация, вот такое будущее, видимо, Запад и предрек России. Кто и что это, и зачем это делает, не нам обсуждать. Но я все-таки вспоминаю то, что и господин Андропов, товарищ Андропов, и товарищ Горбачев, и товарищ Ельцин, и товарищ Садчак. Все это люди, которые, в общем-то, уже в то время разваливали страну. Те люди, которые не смогли, не захотели сохранить Советский Союз. И, соответственно, их функция была разрушительная. Те люди, которые стоят у власти, или те, которые, наверное, в большей степени, те, которые хотят к власти прийти, это люди, которые не создавать, разрушать мастера, как говорил Некрасов. И нынешнее положение международное, когда пала Ливия, когда более-менее приличный режим в Египте тоже пал, когда на смену им приходят откровенные марионетки Запада, когда влияние России уменьшается, и, по всей видимости, Россия потеряет даже Украину, и сама развалится в ближайшее время на какие-то составные части. Все это говорит о том, что лучшего положения в России не будет. Оно и не может быть, потому что оно объективно, это положение, положение стабильного ухудшения ситуации. С Россией никто не считается. Попытки имитировать активность приведут только к высоким расходам военным. Соответственно, я уверен, что мощь российской армии вырастет, но, как когда-то говорили в Германии, не бывает и пушки, и масла. Либо пушки, либо масла. Масла вам не видать, потому что в нынешнее время нужны пушки. Хотелось бы привести исторические параллели. Дело в том, что во время Второй и Третьей Карфагенской войны такое же состояние испытывал и Карфаген, когда он метался от попыток замирения с Римом, и когда он хотел все-таки сохранить лицо и как-то противостоять влиянию Рима. Но не надо было проигрывать Первую войну и не надо было проигрывать Вторую. Как говорится, поздно было метаться во время Третьей войны. Карфаген должен был пасть, и он впал. К сожалению, по всей видимости, такая же судьба предначертана, увы, и России, потому что в России вообще нет людей, которых бы во власти, которых бы заботила ее судьба. Ваша же задача, либо пасть вместе с Россией, либо из нее уехать. Или есть следующий вариант, это бороться. Каким образом вы будете бороться, я не знаю. Я не собираюсь тут призывать вас к экстремизму. Я призываю вас к тому, чтобы вы обучились в России, в Австралии, приехали из России, поучились в Австралии, и спокойно заняли более-менее положение элитное в России, уехали в третьи страны. И только, может быть, небольшая часть, кто в действительности желает, очень трудно, но все-таки эмигрировать в Австралию, пожалуйста. Но должен вам сказать, в действительности, эмиграция сюда одна из самых сложных эмиграций, на уровне эмиграции наших соотечественников в Соединенные Штаты. Вот, как говорится, вам ответы на вопросы. Вот, как говорится, что делать и с чего начать. Достаточно, наверное, грустно это все слышать, но, по крайней мере, это честно. Вопросы, связанные непосредственно с обучением, мы решаем в техническом порядке, но именно, чтобы избежать каких-то метаний, брожения ума, чтобы люди понимали, о чем идет речь, чтобы люди понимали, что обучение в Австралии, в общем-то, далеко не всегда ведет к эмиграции в Австралию. И в то же время, обучение в Австралии, если оно правильно выбрано и правильно поставлено, правильно спланировано, оно всегда даст вам преимущество, что деньги, которые вы потратите, а мы постараемся, чтобы вы потратили эти деньги достаточно экономно, скажем так, чтобы они не были потратены даром, и эти деньги, в общем-то, окупятся всегда. Не такие же они и большие, несмотря на то, что Департамент эмиграции неустанно повторяет нам это. Второй вопрос, уже, наверное, достаточно нефилософский, достаточно веселый. Последнюю рассылку я делаю по тем животным, которые мы привыкли видеть у себя в Европе, в России, которые достаточно интересные, забавные, но которые в Австралии считаются сурными животными, животными, от которых надо избавиться. Вот, например, рыба-карт. Это достаточно уважаемая, благородная рыба в России. И не только в России, в общем-то, и в Европе тоже. Для поляков это национальная рыба, для венгров тоже самое, для чехов. То есть наши славянские братья, и не только славянские, немцы тоже, очень уважают карпа. В России карп везде продается, достаточно недешево, а в Австралии он считается рыбой сорной. При этом, научные исследования показывают, что неприхотливый, быстро размножающийся, достаточно дешевый в своем производстве карп накапливает меньше любую другую рыбы солей тяжелых металлов, например, ртути. Чего не скажешь о морской рыбе, которая ртути содержит в больших количествах, например, акула или скарп, тоже из разряда акул. Так вот, карп является рыбой сорной в Австралии. Ее, эту рыбу, практически большинство населения не ест. Хотя, опять-таки, все это меняется, и с большим наплывом европейцев и азиатов, карп начинает, в общем-то, даже культивироваться кое-где, и продаваться в магазинах, и даже цена на него начинает немножко расти. То есть, можно увидеть карпы и за 4, и за 5, и за 6 долларов за килограмм. Хотя, опять-таки, все-таки он значительно уступает по цене морской рыбы. Но при этом правительство проводит политику уничтожения карпа, использования карпа в виде удобрений, какая-то политика неприятия карпа в водоемах Австралии. Я согласен, что наверное, хотелось бы видеть настоящую природу в Австралии, такая, какая она была до появления белых переселенцев. Но уж если говорить в глобальном плане, то та же самая собака Динго, она тоже не является как говорится, родной фауной, как и аборигены, которые сюда пришли по разным оценкам от 30 до 60 тысяч лет тому назад. Вот они-то и привели сюда собаку Динго. И, в общем-то, аборигены изменили фауну Австралии очень существенно. Вся эта мегалофауна, то есть крупные животные были истреблены. Сейчас можно найти только ископаемые останки, какие-то, может быть, рисунки наскальные. Но теперь этих животных нет. И белый человек, который увидел эту фауну Австралии, как он считал, наверное, уникальную, он увидел только то, что осталось от настоящей фауны, которая была 50 тысяч лет назад до появления настоящего первого человека на континенте, то есть до появления аборигенов. Соответственно, природа адаптируется. Карп является рыбой, которая, в общем-то, и есть тот ответ природы на какие-то изменения в природе, связанные с появлением большого количества людей, интенсивного сельского хозяйства, соответственно, загрязнения водоемов, интенсивного природопользования. Вот. И бороться с карпом, видимо, это борьба с последствиями, когда надо бороться с причинами, если с ними надо бороться. Я думаю, что самое радикальное средство это взять и уехать из страны всем людям, людям, в том числе аборигенам, или, ну, давайте так, мрачный юмор проведем, или уничтожить всех людей. Тогда природа опять станет первозданной, наверное, сама как-то избавится от карпа, и все станет, как было 50 тысяч лет тому назад. Но проблема в том, что, а ради чего все это делается? Если все делается ради человека, значит, надо смириться с тем, что карп будет присутствовать в наших водоемах, он будет присутствовать. Наша задача только использовать его. И, соответственно, вот это вот знание, оно помогает, в частности, русскому человеку очень весело проводить время, ловить эту рыбу, ее много, и получать удовольствие от жизни. Если кто-то хочет поймать какого-то маленького баса, и 3-4 баса его сделают счастливым, то русский человек может поймать килограммов 50-60 карпа, засолить его, закоптить его, пожарить, сделать уху, сделать балык, быть совершенно счастливым. При этом, как окажется, наверное, пищевая ценность карпа будет ниже, чем у этого баса. Ну, а то, что природа не такая, какая должна быть на этих, ну, что делать? Мы привыкли к карпу. Для нас днов прибывших это не проблема. Впрочем, для живущих здесь, англичан, тоже, видимо, не проблема. В конце концов, они этого карпа сюда и завезли. Ну, до что боролись, на то и напоролись. Часть рассылки идет по дикому кабану, по дикой козе, по кроликам, диким верблюдам, диким буйволам, буфало, то есть, всем, даже по кенгуру, всем тем животным, которые являются либо сурнами, либо чью численность как-то пытаются контролировать. Здесь, опять-таки, некоторая несуразица получается, избавляется от кенгуру, потому что они мешают производству овец. Но дело в том, что овцы как раз являются не австралийским животным, поэтому в угоду не австралийским животным убиваются животные австралийцы. И это уже как бы нонсенс. Ну, приходится его принимать из-за того, что интересы Австралии, а производство шерсти и баранины это, в общем-то, один из интересов Австралии, это ее продовольственная независимость, это возможность быть очень важным торговым партнером, потому что шерсть покупают и Италия, и Япония, и Китай, и некоторые другие страны. вот, я считал нужным и очень полезным сделать такую рассылку. Я думаю, что ребята наверное найдут возможности узнать больше о этой части австралийской природы и использовать ее. Должен заметить, что мясо кролика здесь стоит от 11 до 15 долларов за килограмм, вот вам и вредное животное. Мясо дикой свиньи меньше популярно, но оно тоже стоит от 5 до 8 долларов за килограмм, считая вместе с костью. Мясо дикой козы и оленя, который кстати тоже является сорным и был завезен сюда для охоты. Вот это мясо хорошо прокопченое может достигать стоимости 35 долларов за килограмм. Вот вам опять-таки некоторые допустим дядя моего друга хорват этнический, он занимается тем, что подстреливает 1, 2, 3 оленя в месяц, делает их копченым, делает копченое мясо и продает через свою сеть магазинов. Доход достаточно высокий. Как я уже сказал, копченое мясо оленя стоит 35 долларов за килограмм. Его кстати берут достаточно охотно. Лов карпа достаточно интересное спортивное занятие. Мы все им увлекаемся с тем или иным успехом. Так что охота, рыбалка, в Австралии замечательные. Это и отдых, это и возможность получить тот рацион, к которому мы привыкли, который мы любим. Для русского человека это очень полезно. Из-за того, что у вас я предполагаю будет достаточно большой интерес к этой рассылке. Надеюсь, что и главная цель изучение английского языка с умением читать таблицы, графики все это вместе послужит главной целью. Вы будете учить английский язык и при этом вам это будет безумно интересно. Большое спасибо.